Мошенницы завладели миллионными тенге, обманув сотни западноказахстанцев. В прокуратуре сообщили, что на удочку злоумышленниц в одном случае попали 70 граждан, в другом 32 человека. Сейчас оба дела находятся на стадии завершения. Отметим, что в первом случае 35-летняя мошенница предлагала людям работу. Причем не где-нибудь, а в ковид-стационаре, где медики получают повышенные выплаты. Жертвами преступления стали 70 граждан, ущерб которым причинен на сумму 21 миллион тенге. Выманивала их персональные данные под предлогом того, что вам нужно оформить медицинский допуск, вам нужно получить медицинскую страховку. Брала их удостоверение личности, оформляла на них онлайн-кредиты. И потом, получая соответствующий код, приходила в точки продаж. Это вот мечта, сулпак. И получала дорогостоящие сотовые телефоны под видом реального продавца. В другом случае мошенницы предлагали людям купить недвижимость по хорошим ценам в Уральске, Актау и Актобе. 32 потерпевших добровольно отдали женщинам 25 миллионов тенге. Две женщины, они приезжие, тоже 35-40 лет. Встречались с людьми, давали объявления, создавали группы в чат, в мессенджерах, ватсап, телеграм и так далее. Значит, заманчиво делали предложения о возможности предоставления по льготным, значит, каким-то сходной цене. И получали денежные средства в подтверждении того, что их намерения действительны и реальны. Доходило до того, что они уже вручали ключи этим людям от несуществующих квартир. Отметим, что многие уральцы знают об уловках мошенников и уже встречались с обманом на доверии. В надзорном органе подчеркнули, что количество случаев мошенничества возросло почти вдвое и призвали людей внимательнее относиться к своим деньгам. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.